Всем привет, с вами МорВК и Реальный Рандом. Продолжаем поход по немцам, оперативно нынче что-то идем, и теперь восьмой уровень. Зайтен, зайтен, зиттен, как ни назови аппарат, конечно... Некрасив, неказист, но это не значит, что он не может кому-то навалять по щам. На стримах демонстрировали, настало время и здесь уже по этому делу пройтись. На всякий случай напоминаю, что такой реальный рандом для вновь прибывших. Просто небольшой краткий ликбез по характеристикам. Показываю сборку, какую хотелось бы иметь минимально на этом корабле. Ну и далее просто идем в рандомный бой. Получится хорошо, значит хорошо. Получится плохо, но подумаем, почему плохо получилось, сделаем какие-то выводы. Так что давайте начинать и перейдем уже непосредственно к характеристикам. И здесь сразу восьмерочка радует. Радует почему? Потому что после семерки броня опять-таки улучшается. И мы идем по какому-то правильному пути. У нас наконец-то конечко уже 27 миллиметров. Это без инерционки. Многие аппараты легкие и эсминцы не пробивают. Кормовая обшивка так вообще миниатюрная. Ты посмотри на это творение. Очень маленькое. Палубы 32 миллиметра. Конечно, не шибко много. Настроечки обширные. В общем-то, именно это уязвимые зоны, куда нас могут пробить так или иначе фугации, авиабомбы, ну или прочая нечисть, залетающая непонятно откуда. Из позитивного. Носовой бронепояс. Конечно, маленький, но иногда дает какие-то рикошеты. И непосредственно сама бортовая броня, которая доходит у нас получается до 250 миллиметров. И это дает при правильной постановке корпуса рикошеты, непробитие и прочие блага цивилизации. Особенно с тем учетом, что эту бортину полубронебойки также не карают. А с тем учетом, что брони здесь много, вот так вот вытянуто все, то можно против итальянского автопрома чувствовать себя порой довольно уверенно. Только не стоит забывать о том, броня, конечно, танкует полубронебойки, что-то можно удержать фугасами, но в ББхе в бортину сюда залетает очень хорошо. А с тем учетом, что у нас живучести немного, у нас в топовой комплектации стоит аппарат не в топовой, ну-ка стань топовым. Живучести все равно немного, ну и немало, конечно, ПТЗ тоже мало. То, в принципе, это все вполне себе реально убить, если куда-то необдуманно ворваться, вас, конечно, отпинает. Корабль для аккуратной игры, и, в принципе, этому вы должны были еще научиться на седьмом уровне. Тем не менее, если вы смогли в выживаемость, смогли приноровиться к неплохой маскировке, к относительно неплохой маневренности за счет того, что скорость хода высокая, а вот все остальное не сказать, что убер-классная, рули только можно принять, то получается некий такой корабль, который способен быстро передвигаться, где-то отсветиться, где-то что-то тонкануть, только если он вкатил туда, куда не надо, попал под фокус, отъезжает моментально. А с тем учетом, что ваша артиллерия будет вас заставлять двигаться вперед из-за дальности стрельбы в 18 километров, но если вы все-таки не выработали скилл аккуратной игры на предшественниках, здесь придется пострадать. А может быть и лучше стоит вообще завязать на этом всем деле, потому что проблематична реализация вооружения в некотором ключе, особенно если присмотреться, как расположены башенки, да, одна на носу, две на корме. Про углы стрельбы, скорость вращения башен, это мы все поговорим уже непосредственно в бою, так или иначе мы этого коснемся. В целом же главное что? Калибр у нас подрос также относительно предшественника 406 миллиметров, то бишь больше возможностей что-то пробить, но главное здесь, что меня всегда привлекает в линкорах, это перезарядка. 22,5 секунды без разгона, например, отчаянного. Соответственно, вы очень быстро стреляете, вы можете подлавливать массу кораблей на маневрах, и если вы занимаете хорошую позицию, и если вы на сближении ловите противника на какие-то такие же маневры для стрельбы, ну эта штука может карать. В контексте, конечно же, еще нашего ПМК, которое все так же многочисленное и способно множество целей пробивать, ну а также торпед, которые стали дальнобойнее, более сильными по урону, ну и все такие же медленные при той же самой перезарядке. Соответственно, стало еще проще пускать торпеды кому-то на ход, если противник вас атакует и вы в обороне. Стало куда более комфортно находиться на сближении, потому что ваш урон от торпед вырос, а значит больше дамага вы можете вкинуть в кого-то. Ну прелесть. Жалко только, что после идет авиаудар бесполезный, который как-то там, конечно, ковыряет подлодки, но это второстепенная тема, подлодки все еще на тесте, поэтому сильно загоняться не будем. Проблематика. Немецкое ПВО, недальнобойное, если в бою есть авики, вот эта штукенция тонет очень быстро, потому что с таким ПВО вы сбиваете самолеты только после того, как они вас проатаковали, ну и здесь скорее у вас закончится выживаемость, чем у авика самолет. Соответственно, в боях с авиками, помимо того, что в принципе нужно играть аккуратно, нужно еще быть сверхаккуратными, чтобы не отлететь точно в порт, не оставайтесь в одиночестве, иначе вся игра превращается в боль. Ну это вот вкратце все, что можно сказать про ТТХ. Относительно быстрый, в меру живучий, скорострельный, разносторонний из АПМК и торпед корабль, который где-то выживает, а где-то быстро умирает. В принципе все, как и у всех. Что же касается сборки, то быстренько продолжаем наш культ ПМК линкоров. Вспомогательное вооружение. Если играете по каким-то причинам от основного вооружения, ну может быть вам башни критуют, да? То, ну как бы вот именно если вам башни критуют, то играете от основного вооружения. Все перепутан. Во второй слот либо ГАП, но мы пойдем в системы борьбы за живучесть. Не потому что это приоритетный выбор, просто ГАП не хочу ставить, не у всех есть возможности его покупать, поэтому пойдем здесь в мини-малочки. В третий слот значит ПМК, альтернатива, напоминаю, что если вы по каким-то непонятным мне причинам все еще играете в живучесть, системы наведения. В четвертый слот рули. Ну и в пятый слот наконец-то можно поправить немножко все маскировку, системы маскировки. Что касается перков, то у нас имеется вот такой вот билд после прокачки седьмого уровня. Ну либо если вы играли в живучесть, как я говорил, на семерке, то вместо вот этого перка у вас вот этот перк. И тогда на семерке, конечно, перед выходом на восьмерку, хотелось бы уже докачать дальнобойные снаряды, чтобы полноценно начинать раскрывать ПМК. Это нужно. Без реализации всего вооружения. Эти немцы скучные, с реализацией ПМК-шки веселы. У нас же, к сожалению, вот так вот, потому что даже если мы очень сильно бы пыхтели на седьмом уровне, ну в теории мы бы докачали, конечно, если очень сильно пыхтели бы капитана до семнадцати перков, по идее, и взяли бы вот этот перк. Я не буду его, наверное, брать. Причина, знаете, в чем? Ну, чтобы показать минимально возможности этой лодки, либо, ну, не показать. Просто имейте в виду, в идеале, конечно, выйти на такую сборку. Если вы шли по пути ПМК, как я говорил, на семерке, то докачать на восьмерке непосредственно уже вот этот перк. Ну, а если вы играли через живучесть на семерке, то вам нужно на восьмерке добить хотя бы вот этот перк. Вот такая вот сложная мысль. Мы пойдем по-простому, но имейте в виду, на восьмерке в ходе игры обязательно докачать ручное управление ПМК. Я и вкратце напоминаю, немцы очень требовательны к капитану. Им нужен жирный, прокачанный, опытный, вот колер какой-то, например. У нас он, правда, не прокачан. Ну и сигналы. Что нам рекомендуют? Рекомендуют нам, конечно, всякое. Мы же оставим те же самые шесть сигналов, что у нас были на седьмом уровне. Это минимальный набор, с которым можно комфортно играть. Дальше либо Сьерра Браво можно довесить, либо еще на таран, либо разогнать шанс пожара нашего ПМК. На все воли, как говорится, ваше. Мы пойдем по минималочке, чтобы погрузиться и приблизить себя к рандомному пацанчику. Также камуфляж. Напоминаю о том, что камуфляж лучше брать, который дает опыт командира, если вы прокачиваете лодку, чтобы кэп быстрее качался в данном случае. Ну что, все вроде готово. Идем в боец. Итак, вот нам и подобрали команду из позитивного. Продолжим поиск позитивного. Из негативного. Значит, эсминцы против нас торпедные. Это семерка, девятка и... Ну, восьмерка там и торпеды, и ГК еще может кидануть. АВИК есть. И масса девятых кораблей. В каком ключе масса? Два девятых линкора, и они ПМКшные. То бишь, реализация именно нашего ПМК уже ставится под один большой вопрос. Оно, конечно, дальнобойно. Одиннадцать с половиной километров в данном случае у нас. Но... Это тоже немцы. Соответственно, с ними в бою бы лучше не встречаться. Опять-таки, это как повезет. Пока что пойдем на сближение. У нас относительно неплохой инвиз, плюс маленькая та же дальность стрельбы. Нам нужно выйти куда-то на пострелять. Ну и пока идем, насладимся отсутствием красоты в этом корабле. Хотя, здесь своеобразная красота на любителя. Кто насладился, скажу для вас про углы стрельбы. Углы стрельбы у лодки относительно неплохие, потому что... В каком ключе? У нас три башни. Ну, как здесь можно в процентном соотношении прикинуть, что плохо, что неплохо? Мы можем стрелять носовой башней практически всегда. Кормовая непосредственно у нас крутится на 360. И центральная, но она очень часто выключена из боя. И чтобы ее реализовать, нужно, конечно, сильно подворачивать и подставлять свой корпус. Но корпус-то здесь очень сильно забронирован. И его не всегда и не все корабли пробивают. Вот это вот знание, кто пробьет, кто не пробьет, оно, конечно, достигается только накаткой боев и опытом. Потому что в игре куча кораблей, так сходу все не перечислишь и не вспомнишь, что сможет тебя сильно покарать, что не сможет. Условно, конечно, чем меньше калибр, тем больше шансов, что противник вас не пробьет. Но могут иногда и пробить все равно, потому что рандом, он прекрасен. А когда все работает верно, спорить с решением вот этого вот проникновения в ваш корпус не стоит. Пока же сближаемся, там вон боярд подходит, ягумку выцепляют. Наша ПМК даже начало стрелять, и мы сейчас еще с ГК-шки приложим залпец. У нас точность, не сказать, что плохая. Что-то там летит в цель, не попадает, попадает даже на 2.300. Но по МКХа там вон пострелял, он тоже никуда не попал. К сожалению, для нас складывается ситуация противоборства с авианосцем. Это очень плохо, но ничего не поделать. Не забываем про приоритетный сектор, про активные маневры. И пытаемся жить. Урон-то в аурах хороший, но сбиваем самолет, по сути, когда только они непосредственно уже очень близки к нам. И здесь бы успеть занести себя, чтобы он не продамажил. Вот так вот тормози, 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 нормас. Только он на второй круг идет, и здесь уже будет сложнее. Выходит Итальяно. Мы из авика не вполне успели его проатаковать. Но отстреляли на сквозняки, и авик продолжает вокруг нас кружить. Третья атака идет. Третья, ребятоньки. Но мы крушим, крушим самолеты. Плывем в остров. Придется, походу, торпеду сейчас его жрать. Ягума убил у них Акацуки. Не хотел я эту торпеду. И в результате моего нехотения я приплыл к островам. Не сказать, что это сильно плохо. Мы же развернуты здесь на противника. Башни наши вон доводятся. Здесь сейтонкист. Мы стреляем опять ему по корпусу. И что-нибудь может произойдет хорошего. Произошло глубокое проникновение сквозняков. Ничего страшного. Он нас подпробил в Бортину. Дистанция относительно близкая была. Но переживем. Переживем, переживем. Меня больше напрягает непосредственно АВИК на самом деле. Здесь, конечно, уже и Таллин вон подходят. И подходит и Шорс. И что-то там еще союзное. Может быть, будет попроще отбиться с тем учетом, что и эта группа, скажем так, бобров, она не такая живучая, как торпедоносца. Да не, ну что такое? Вот просто Анрил ему подкручивает. Он, походу, этот. Великий воин. Потому что Боярд должен был бы уже схлопнуться цитадельным дамагом и не мешать мне здесь кататься, блин. Возможно, сейчас будет цитка. Он уже стал практически шотным, поэтому должен умирать в ближайшее время. Но я смотрю, пока что не хочет. Мы продолжаем наше сражение. Ох, надо Гопчанский поднажать, потому что точку захватывают. Точечку захватывают, а мы идем вперед. Надо все-таки как-то втягивать вот этого товарища тоже в ПМК и пытаться все это дело разруливать. Тем более второй немец уже тоже почти отъехал на донышко. И это прекрасно. Подключается ПМК. Боярд полудохленький. Его бы добрать. Вылезет, не вылезет. Вообще странный чел. Зачем он нужен, я не знаю. Но там 120 хп я ему оставил. В общем, нельзя его убивать. Он очень классный. Великий воин. Великие, ребятоньки. Великие, понимаешь. Нельзя убивать. Не дают нам дамажить. Избыточное бронепробитие на данной дистанции у нас. Кстати говоря, на тему гапа. Он у нас 6-километровый. И это очень круто. Это очень круто. Только маневренности нам сейчас не хватило. И мы на эту торпеду, видимо, на одну наплывем. Хотя... Нет. Прошел наш корпус. И это замечательно. Потому что вот этого ягума здесь бы не отпустить. Хоть эсминец поковырять бы. Сейчас выйдем с уверенностью, что фулл гк попадет. Не попадет в остров. И туда вот отстреляемся. Реализация торпед. Без этого никуда. Подпробил он нас. Подпробил, подпробил. Но ничего, не боимся мы с ним стычки. У нас, во-первых, союзников здесь больше. Во-вторых, хп у нас еще много. И надо реализовывать наше прекрасное вооружение. Может сейчас ягума подсветит. Надо будет за счет скорострельности успеть подготовить себя к залпу. Так, этот отъехал. Вражеский сменец уничтожен. А этот ушел не нам, к сожалению. Мог быть двойной удар. Но в принципе ситуация здесь подразрулилась. На радость нам торпеды мы не скушали. Авика мы пережили. Нам хватило скиллайт для применения каких-то активных маневров. Он, по сути, не провел ни одной нормальной атаки по нам. Мы еще сами на точке, как положено, большому эсминцу с торпедами. Вот такой уроний пока не впечатляет. Потому что если бы залетел нормальный дамаг в Боярда, я бы даже не загонялся. Но мы в Боярда вообще нормально не пробивали. Одни сквозняки. И это тот самый момент, когда... Ну, не положено. А здесь положено. И здесь не положено. Говорит ли это о том, что корабль плохой? Нет. А вот о том, что мне не везет, вот это поговаривает. Ничего, верим в успех. Верим. Сейчас подготовим залп. Представим эллипс. Тут же начинается какая-то непосредственная косость орудий. Кто не помнит, посмотрите, как до этого летели снаряды. Ну, и здесь он уже подходит на наше ПМК. Которое, конечно, до конца не прокачано. Но все-таки что-то там стрелякает. И это радует. Может быть, цитаделька? Ну, как бы... Как бы... Нельзя. Ну, нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Зато с ПМК добрался. Авианосец противника уничтожен. Идем дальше. Момент для атаки. Мы все равно подобрали верный. Другой вопрос, что дамажить нам не позволяет. Ну, мы все через эту стадию проходим игры. Когда... Ну, не положено. Че ты? Че ныть-то? Вот сейчас опять, чтобы всем ГК стрельнуть, приходится немножко раскорячиться. Ибо все-таки вот эта вот башня обладает очень плохим углом стрельбы. Но корабль куда гармоничнее смотрится в управлении, чем Семерка. Семерка крайне длинная лодка. И в ней некомфортно находиться для каких-то сближений, маневров и так далее. Здесь куда проще удается выживать, но... Опять-таки ограниченное количество аварийных, ремонтных команд не позволяет разгуляться на полную катушечку. А мы разгуляемся. И кого-нибудь все-таки пробьем, наверное, когда-нибудь. Не знаю, зачем Шарацую там стоит в дымах. Возможно, в этом какой-то есть смысл непостижимый для меня. Ведь он мог бы светить Шарса, мы могли бы убить Шарса. Он мог бы зайти на точку, он мог, зайдя на точку, доминировать над ними. ПМК-ха достает до Шарса. Нормаз, пусть стреляет. А мы, может быть, либо в Шарса, либо хуже Гасконь стрельнем. Не знаю пока. Наверное, все-таки в Шарса. Гасконь там на маневре. Сейчас Шарс до конца определится с курсом, как идет. И стрельнем. Ради праведного проникновения. Копчанский подожмем не с целью подсвета торпед отсюда. Но иногда меня пишут странные вещи. Где-то, короче, Гаджимада катается. Опасаюсь я ее. Потому что это условно-глубоководные торпеды крайне опасные. Так, аж и така. Бортом стоит. Ну чем не тест еще раз везение? Сработало, прикинь. Пользуйтесь, лобхачик вот вам. Пользуйтесь. Надо просто как следует запросить. Тогда дадут. К сожалению, Гасконь вот в ПМК в мое не хочет входить. Зашел бы, сейчас бы отъехал за милую душу. А вот эти вот отступления какие-то начинаются. Видим, кстати, где мода. Понимаем, что она для нас не представляет никакой угрозы. И можно прям смело теперь точно на Гасконь доворачивать. И надеяться, что успеем еще по ней пострелять. Потому что время стремительно капает и заканчивается. Пошел залпец. Вот мне интересно, почему когда я стрелял в АВИК, у меня не было такой ткучности. Ну, как бы урон-то, понятное дело, вопрос второстепенный. Но кучность-то сейчас была. Для шести стволов очень даже приемлемая. Слухайте, братцы, а я ж могу Кракена заколошматить. Давай-ка, ну-ка. Два сквозняка всего лишь надо. Всего лишь два сквозняка. Я способен на это. Я даже с пробитием смог. Ой, ну и бой, по сути, заканчивается. Потому что где-то там эсминец один их шарокается. Ну и бог с ним. Из того, вот что мы провели, да. Что мы видели? Тотальную рандомизацию в попадании снарядов. Цитадели мы так и не нащупали. Тем не менее, было и 17 тысяч за залпы, 2 тысячи за залпы, и великие сквозняки. И, прости господи, Оно. Не, рикошеты были. Прикинь. А я в голове... Значит, с рикошетом перепутал. Даже ПТЗ не пощупал. Плохой корабль. Плох тот линкор, кто не попадает в ПТЗ. Ну, это, конечно, везение. На самом деле, очень много сквозняков. Боярд должен был схлопываться вообще ваншотом. Но мы в него 4 залпа делали, по 2-3 тысячи, и это просто шлак. На деле, хватило нам маневренности против слабого авика на уклонение, да. И вот, знаете, самая большая проблема вот этой восьмерки, это именно если вы играете с непрокачанным капитаном. То бишь, вот это вот ограничение, которое разработчики сделали в виде аварийных и ремонтных команд, оно с повышением уровня лодки начинает все более заметно сказываться. То есть, вот на восьмерке я, например, сейчас проводил бой, да, без мастера аварийных и ремонтных команд, то бишь, без доп. аварийки, без доп. хилки. И что? Оно почти закончилось. Все, аварийки-то не закончились. Пожары мы не тушили направо и налево. Ну, ремки-то отлетели по КД. А если бы по нам больше стреляли? А если бы вот эти топовые немцы, которые были в противниках, были бы более скилловыми, более ПМКшными, более прокачанными? Мы бы столкнулись с колоссальными проблемами. Но, тем не менее, выстояли. А выстояли почему? Потому что вот этот неказистый парень Зайтен-Зайтен на восьмом левеле, он прикольный. Потому что от него ты ничего не ждешь. Вот эти шесть стволов, но скорострельных, не забываем. ПМКха, торпедки. И вот как бы все вот по отдельности, но такое. А совместно, это получается серьезная боевая единица, которую, если правильно применить в атаке, она может ломать лица. Нам здесь, конечно, повезло. На Кракена и на некоторые фраги, и плюс мы были, ну, не в то, что в топе, но в приятном балансе. Несмотря на наличие массы торпедных эсминцев, от которых мы уклонились благодаря нашему гапу, потому что, напоминаю, маневренность все равно не шибко крутая. В общем, такая селодка на любителя, но продолжает ПМКшный концепт. Надеюсь, кому-нибудь что-то данное видео поможет понять и разобраться. Если что, комментируем, вопросы, что угодно пишем, лайкосы, подписки, кто захотел, в спонсоры вступил. Ну, а мы с вами прощаемся. Тащите, нагибайте и увидимся в боях. Всем пока.